Юля, ну вот уже два года прошлось с того времени, когда вот здесь вот была Олимпиада, когда вся страна, весь мир жил этим событием, зимние, жаркие, твои, и вот они действительно стали твои, вот эти эмоции, этот праздник, эта золотая медаль. Вот если сейчас это отмотать, какие сейчас у тебя чувства, какие ощущения от того, что мы вот опять здесь вот, и вот та Олимпиада, что это для тебя было? Настолько я уже к этому, ко всему привыкла, уже я здесь, в принципе, давно, каждый день, поэтому у меня от Олимпиады осталось только вот прокаты, награждения и все, с остальной я уже абсолютно спокойно отношусь к этому, было давно уже все. Но это же приятные воспоминания для тебя? Ну, естественно, я к этому как бы всю жизнь шла, пусть она у меня не особо длинная была еще тогда, но все равно, конечно, естественно, только теплые воспоминания, я очень горжусь тем, что это было в моей жизни. Когда у тебя было 15 лет, да, и многие люди там, да, выступают на Олимпиаде в 30 лет, да, есть для кого-то, для тебя уже в 15 домашняя Олимпиада. И вот болельщики, все вот это вот внимание, вообще вот, знаешь, будешь же внукам что рассказать? Да, много чего, помимо Олимпиады тоже много чего будет, но... Это незабываемо, да? Ну, естественно. Ну, вот сейчас вот в Сочи, и ты здесь живешь, тренируешься, и вообще, как тебе город, как здесь условия, как лед? Здесь просто идеальные, шикарные условия для тренировок, здесь абсолютно все, в принципе, есть. Лед шикарный, на Олимпиаде он был вообще, в принципе, другой по качеству, но сейчас он не хуже, он просто другой. Ну, тут, по сути, ну, мы катаемся на трех, ну, когда как, в основном на тренировочной, там тоже их два, и еще в Айсберген. Ну, то есть, все льды вообще абсолютно различаются, все три по качеству, но все три шикарные. Вот, ну, в самом Сочи я была всего лишь один раз, вообще, вот, ну, в самом один раз, в принципе, туда меня еще как-то, не с чем было туда ездить, вот, а по, там, Адлеру, по окрестностям здесь, я, в принципе, везде всегда побываю, как бы, мне здесь очень нравится. Какое любимое место? В смысле? Ну, есть какое-то кафе, может, любимое, где вот просто... Да нет, мне здесь везде хорошо, здесь везде можно спокойно, абсолютно себя чувствовать. В Москве, вот, как бы, все время ты даже идешь, когда просто вот выйти погулять, уже как будто какая-то вот нагрузка на тебя уже идет, вот, просто до магазина дойти, и приходишь домой, уже такой, как будто там целая работа у тебя прошла. А здесь просто вот целый день и длится, и длится, и длится, и тренировки. Вроде уже три, да, откатала, уже два УФП было, уже и хореография была, а все, как день, как бы, и не заканчивается, и не надо, чтобы он заканчивался. Ну, как-то так. А в свободное время, там, не знаю, тренер позволяет, может быть, поехать на лыжах покататься, или это не запрещено все вот это? Ну, в принципе, меня зовет чуть ли не каждый выходной, но я сама, как бы, кататься не умею, и мне как-то сейчас это будет, мне кажется, лишковато чуть-чуть. Ну, а там на море посидеть, вот, есть такое вот, когда вот смотришь на море, отдыхаешь? На самом деле, реально сидеть на море мне сейчас холодно, я боюсь заболеть сейчас, потому что здесь, в Сочи, именно очень сильный ветер. А когда я ходила пару раз на море, я просто так вот стою, меня вот так вот ветром сдувает, и я ухожу. В этом году мы видели прекрасное твое выступление, короткое программу в Екатеринбурге, это же самое из Екатеринбурга, да, и вот, знаешь, у меня такое ощущение, возникло, что вот в Сочи тогда, да, вот такие домашние родные стены, и там такие домашние родные стены, и вот у тебя, ну, вот... У меня со стартом на Олимпиаде не сравнится больше никакие выступления, вообще, никогда, мне кажется. Потому что я потом думала, что я поеду на чемпионат мира, и у меня будет что-то похожее, несмотря на то, что там публика японская. Вообще, даже близко не родня вообще, настолько все разное, настолько разные катки, настолько разная атмосфера. В общем... Ну, чемпионат России, это вообще другой старт был относительно Олимпиады, там сравнивать вообще нечего. Понятно, станции Олимпиады, да, но все равно это для тебя тоже какой-то новый этап, да, был, и я почему... Я нереально переживала на эту короткую программу, просто. Потому что было мало прокатов, как бы до этого было очень много работы, но именно мало целикого, потому что там постоянно что-то менялось, постоянно были корректировки, постоянно надо было вкатывать все. Как бы кушками большими, небольшими, много, много не получалось. Поэтому переживала сильно. Да, но все равно получилось же здорово. Все увидели, что вот она, вот она, лепница. Осталось хоть что-то, даже новое прибавилось. Ну, много работали, да, поэтому... Короткая, конечно, из меня много выжила тогда. Вот, но спасибо тебе в любом случае за эти ответы. Осталось произволочку, доделать уже нормально, и все. Ну что же, я думаю, у тебя все получится. Мы в тебя верим, поддерживаем тебя, и специально ради тебя сюда прилетели на один день. И, конечно, пожелаем тебе успехов. Ну, ты доказала уже нам два года назад, что ты все можешь.